Несильный мороз, непронизывающий ветер не смогли помешать сегодняшнему матчу. Ведь этой игры ребята ждали долго. Это первая встреча молодежных хоккейных команд за очень долгое время. Сегодня встретились две команды Хасанского района. Это команды посолка Славянка и посолка Краскина. Решили провести такой, скажем так, товарищеский матч, посвященный 23 февраля. Ну а также решили возродить молодежный хоккей в поселке, в Хасанском районе, в общем. Не только в поселке Славянка, но в Хасанском районе. Потому что здесь больше 30 лет уже, я так понимаю, не было молодежного хоккея. Взрослая команда есть у нас, ребята выступают неплохо, зарекомендовали себя. А вот мальчишки молодые, они уже очень много лет ни с кем не встречались, не играли. И вот мы решили провести пробный такой матч, скажем так. На льду сегодня собрались ребята в возрасте до 18 лет. Есть и совсем юные спортсмены, и те, кто в хоккей пришел совсем недавно. Так вратарь хоккейной команды Краскина Никита Медведев сегодня защищал ворота своей команды впервые. Да и в этом виде спорта он новичок. Я вот только недавно начал, где-то месяц только. Было очень сложно, потому что эту новую амуницию я надел первый раз, и в ней я не умею играть. Ну вот только сегодня научился. Выступали на льду и те, кто, можно сказать, родился с хоккейной клюшкой в руке. Капитан команды «Славянки» Игнат Мухин с самых юных лет занимается хоккеем. Начал с двух лет, меня папа поставил на коньки. И вот так потихонечку, и там все уже с клюшкой потом начал. Хоть этот матч и считается дружеским, ребята хотели победить во что бы то ни стало. Обе команды сражались до последнего. Спортсмены вспоминали все то, чему их то учили за время тренировок. Но игра есть игра, и в ней всегда есть победители. Сегодня выиграла команда «Славянки» с большим разрывом в счете – 11-5. Это очень азартная игра. Тут командная игра еще. Мы играем в паз, забываем голы. Очень интересно. По словам организаторов сегодняшней игры, этот матч должен положить начало возрождению молодежного хоккея. Уже в ближайшее время планируется провести повторный матч. На этот раз в Краскино. А со следующего года возможны регулярные выезды по району. Виктория Беляева, Максим Львов, Новости Славянки.